Добрый день, любители дачной жизни! С вами Наталья и канал «Цветы моей души». В этом выпуске мы с вами сейчас посмотрим, какую мы купили новую газонокосилку. Сейчас мы вместе её с вами распакуем. Это я пока вам снимаю розочки. Анонс, скажем так. Посмотрим все её плюсы и минусы. Ой, и вы, может быть, кто-то для себя сделаете какие-то выводы, если вам нужна газонокосилка. Итак, вот наша газонокосилка. Видите, коробка такая, в общем-то, неказистая, да? Давайте мы посмотрим, что написано. Название косилки «Катана» бензиновая. И тут вот подробный номер. Мы купили её в магазине «Леруа Марлин». Стоимость была её 18800. Вот. Ну что, мы знаем, что она бензиновая, самоходная, что у неё, в принципе, ну, несколько функций, да? Сейчас об этих функциях я буду спрашивать у мужа, потому что я-то, конечно, не мастер-фломастер в этих делах. Ну, в общем, сейчас мы будем её собирать, а потом пойдём косить наш огород. Вот. Несколько вопросов. Вот так, как, в общем, мой канал смотрит в большинстве своём женщины, я всё-таки буду задавать вопросы, как женщин, для того, чтобы другим моим зрителям было хоть немножко понятно, и они потом своим мужьям расскажут. Милый муж или не муж, неважно кто, купи мне тоже такую же газонокосилку, я хочу приводить свой сад в порядок. Вот я буду спрашивать у мужа, скажи мне, пожалуйста, почему мы выбрали именно бензиновую газонокосилку? А может, бензин неудобнее, чем с электрической. С электрической постоянно надо шнур тянуть всю огороду. Ну, вот тут действительно всё очень просто, правда? Во-первых, это шнуры тянуть. У нас вот электричество, например, до нашего вот полюшка-поля, где нам надо косить, это очень далеко. Это сколько надо метров шнура? Я прям даже, я не знаю, метров 50, наверное, надо, чтобы дотянуться. Да и неудобно, когда ты ходишь, с тобой шнур тянется. Ну и неудобно, конечно, шнур тянется, это, конечно, ужасно. Поэтому, конечно, бензиновая. Хотя женщины многие, вот я знаю, берут в основном электрические, да, ставят в сеть и поехал. Для женщин, конечно, это проще. Мужчины в основном стараются брать именно бензиновую. Ну, естественно, там в машинке ещё должно быть масло. А мы-то женщины не все умеем заправлять, я имею в виду. Ну, вот масло сказали, что нужно, чтобы она поработала, а потом надо слить. Это как процесс называется? Обкатка. Обкатка. Вот, то есть мы будем обкатку делать прямо в процессе козьбы. Зальём масло, покосим, сольём его, нальём нового. Дальше почему мы взяли самоходную? Ну, самоходную взяли потому, чтобы тебе облегчить. Да, это вот понимаете, девочки, что самоходная, значит, она сама идёт, да? Не надо её толкать впереди себя. Соответственно, это облегчает наш труд. Дальше у машинки вот такой мешок есть для сбора травы. Как он называется правильно? Как называется мешок? Нет, он травник, что ли, как-то, по-моему, да, называется? Может, да. Ну, некоторые предпочитают, чтобы он был весь пластиковый. Но вот в этой модельке он наполовину вот из тряпки сделан. Значит, ты мне говорил, что по поводу сбора травы у этой машинки есть три функции. Какие? Первая функция – это мешок, вторая функция – это на землю, а третья функция – это мульчирование. А мульчирование – это что? Мульчирование рассказать не могу, так как ещё сам до конца не понял. Ага, будем, значит, узнавать. Но по-любому то, что летит в мешок – это уже мульча, правильно? Вот, чем хорошо вообще, вот почему мы взяли? Потому что, на самом деле, вот с триммером он ходит у меня, мой дорогой супруг, по несколько часов. В прошлое выходное мы косили, в 8 часов. И, естественно, что триммер, сколько, в принципе, он весит? Да он не тяжёлый. Ну, сколько? Килограмма три больше? Побольше. Побольше. То есть, всё это время он носил его на своих плечах. Я триммером вообще работать не могу. Естественно, от него отказаться абсолютно это нереально. И, получается, мы будем где-то работать газонокосилкой, где-то продолжать работать триммером. Триммер хороший, но у него есть один большой минус. Какой? Что от него летит, как из-под... Это точно. Потому что вот даже вдоль заборов он даже ставит такие специальные щитки. После того, как он покосит триммером, все вазоны, все заборы, все сарай, все постройки, всё, что только можно, всё заляпано вот этой сырой, мокрой травой. Потому что, ну, сок-то от травы тоже летит. А если ещё после там росы, после дождя, это вообще трэш. В общем, сейчас мы пока вот разбираемся в инструкции. И потом сейчас мы её соберём и покатим её на нашу лужайку. И уже дальше потом я вам буду рассказывать, что да как. Ещё хочу приложить вам технические характеристики в этой машине. Надеюсь, что вам будет всё видно. Тут и тип двигателя написан, и частота вращения, и ширина скашивания, и высота скашивания. В общем, тут всё указано. Кому интересно, можете внимательно посмотреть, почитать. Ну что, агрекат готов к эксплуатации. Я уже попробовала немножко, поездила на ней. Бежит она впереди тебя. Еле догоняю. Да, очень быстро, в общем, она двигается. Легка в управлении. Ну что тут у нас получается? Вот это как называется рычажок? Вот это как? Ну это походу газ, наверное. Газ? Она без него не работает. В общем, вот эту вот штучку на себя. Дальше мы дёргаем вот эту вот ручку. Ручку. И вот эта вот беленькая тоже на себя. И она поехала. В общем, сейчас муж будет ехать, а я немножко поснимаю. Жалко, что у нас, конечно, не идеально ровные газоны, и она подпрыгивает на них. Но главное, что косит. Ну что, давай, поехали. Так. Я вернул и прижал. Ты меня только в пустыне ломай, ладно? И главное, по шлангам, чтобы она не ездила. Давайте, сейчас она взвернётся и приедет сюда. Достаточно большой у неё мешок. Мы уже вот так как раз вытряхнули. И получается нормальная такая мульча. Прям уже мелкая фракция такая травы. И уже можно будет сейчас ею замульчировать мне ещё разочек помидоры. Ну вот, прокосили мы тут вот. Я прошла дорожку, сделала кривую такую. Ну, потому что трава ещё не очень высокая. Но надо вот здесь проехать, Слав. Вот тут вот, где трава повыше. В общем, неплохая вещица, да? Единственное, что надо, конечно, подольше ей поработать. Так, вот он достаёт. Вот мульча. Какие-нибудь недостатки-то заметил в ней? Или нет пока ещё? У нас, в принципе, нет особого опыта, потому что это наша первая газонокосилка. Давай, ты будешь косить, потом нам скажешь про недостатки, да? Два раза мы высыпали мешок из газонокосилки. И вот уже столько вот мульчи получилось. Мелкая. Прямо сейчас я сюда всё посыплю на свои помидорочки. Ну, в общем, я прям довольная. Ну, что ещё могу добавить? Всё, муж косит. Его не остановить. Ну, знаете, мальчику купили новую машинку. А здесь-то кто сидит? Ах, обжора! Посмотрите, как он кушает. Ай, с цветочка на цветочек. Ты моя лапонька. Красота. Ну, ладно, пусть играется, да? Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе.